Здравствуйте, друзья! Сериал «Шаляпин» – это лучшее биографическое произведение в жанре кино, которое я видел за всю свою жизнь. Режиссёру Егору Анашкину удалось невозможное. Не имея возможности показать артистический гений Фёдора Шаляпина и ошеломить зрителей его голосом, Анашкин, тем не менее, смог выстроить удивительный симулякор, где всё условно и не по-настоящему, и в то же время поразительно реально. А ещё в каждом кадре чувствуется много любви, понимания и уважения к человеку, с которым мы все разминулись почти навек. Перед тем, как продолжить смотреть этот ролик, выполните одну мою просьбу. Если Шаляпин для вас просто какой-то абстрактный персонаж, попросите Алису включить несколько его записей, ну или поищите любимым стриминговым сервисом. Послушайте «Ночной смотр», «Из-за острова на Стрежень», «Блоху», «Как во городе было в Аказани», вот думаю, что уже после этого ликбеза вы поймёте и почувствуете, почему о Фёдоре Ивановиче снимают сериалы в 21 веке. Как Пушкин придумал современный русский язык, так Шаляпин создал современное оперное искусство. Он стал не только брать правильные ноты, но и по-настоящему играть на оперной сцене. Его голос, пробивающийся сквозь время и несовершенство технологии звукозаписи, производит впечатление посильнее, чем идеально записанные последователи и эпигоны. Я сам начал слушать Шаляпина лет, наверное, в 14-15, когда нашёл у бабушки коробку с его пластинками. Поставил, ну скорее, из любопытства. И с тех пор я собираю записи и все книги о Фёдоре Ивановиче, до которых могу дотянуться. А руки у меня довольно длинные. О Шаляпине написано очень много. Он сам оставил два тома мемуаров, первый, впрочем, целиком написан горьким, плюс каждый сослуживец, приятель, критик и просто восторженный зритель стремился оставить какое-то свидетельство соприкосновения с гением. Жёны, правда, молчали. Воспоминания детей в России не издавались. Единственное, на момент просмотра сериала, доступные мне мемуары, были написаны его самой младшей дочерью Дасией, которой на момент смерти отца было всего 16. Они ценны, но всё же просто в силу возраста, неполное и довольно поверхностное. Кстати, уже после того, как посмотрел сериал, я купил сборник воспоминаний детей Шаляпина «Дорогой папочка», составленный Юрием Пономаренко. И вот он, совершенно классный, рекомендую. Наверное, лучше всего о Шаляпине как человеке написал художник Константин Коровин. Однако он пережил друга буквально на полтора года и на момент работы над книгой был стар и очень болен. Так что перед создателями сериала стояла невероятно сложная задача. Чтобы показать актёра и певца Шаляпина, нужны гениальный драматический актёр и не менее гениальный исполнитель вокальных партий. О том, чтобы совместить это в одном человеке, даже мечтать не приходится. Но и по отдельности тоже никак. Нет таких уникумов. Нет. Показывать вот просто Шаляпина человека, а не актёра, но непарадной информации до нас дошло мало. Да и кому нужно знать, из какого ссора растут стихи. В общем, после бездарного и просто гнусного сериала «Вертинский» у меня было опасение, что мелкие человечки и Фёдора Ивановича изваляют в привычном для них коричневом. Каково же было счастье, что моя подозрительность не оправдалась. Фёдора Шаляпина играет актёр Александр Горбатов. Он действительно похож на молодого певца, и, о чудо, он высокий. Я не перестану утверждать, что рост для актёра имеет огромное значение. Стал бы Шаляпин тем, кем стал, если бы не его гигантские для своего времени 195 сантиметров. Да может, и не стал бы. Он не родился великим мастером. И те, кто гранили этот огромный алмаз, обращали внимание в том числе и на фактуру. И если бы на роль Шаляпина поставили актёра очень среднего роста, как недоактёр Филимонов, изображавший Вертинского, вся картинка посыпалась чертям собачьим. Но нет. Горбатов возвышается над окружающими, как возвышался в своё время сам Фёдор Иванович. И он похож. Причём речь не столько о портретном сходстве, сколько об ощущении огромного, здорового и умного мужика. Прекрасной партнёршей для него стала Мария Смольникова, играющая первую жену Шаляпина Иолу Тарнаги. Снова портретное сходство не идеально, однако мы действительно видим итальянскую балерину, которую странными ветрами занесло в частную антрепризу богача Саввы Мамонтова. Для казанского паренька замутить с итальянкой было не только интересно, но и очень статусно. И она, кажется, окончательно поняла, за кого вышла замуж, когда брак было уже не сохранить. Я низко кланяюсь сценаристам Тимуру Изугбае и Наталье Назаровой. Они прочитали о Шаляпине вообще всё. Выбрали наиболее важные моменты, сплели их в единое целое и заставили выстрелить каждое ружьё, висящее на стене. Но самое главное, они помогли режиссёру сделать убедительный фильм о Шаляпине без необходимости демонстрации, собственно, шаляпинского гения, продемонстрировать который, к сожалению, к сожалению, попросту нельзя. Собственно, Алексей Горбатов и показывает нам, насколько сложно быть одновременно драматическим актёром и певцом, убедительно играть, даже изображая пение, невероятно трудно. И до Шаляпина никто это делать даже не пытался. Так что же делать? Шаляпин в сериале окружён реальными людьми, сформировавшими его мастерство. Каждый из них словно рассказывает свою небольшую историю. Вот молодой Рахманинов объясняет музыкально не очень грамотному певцу важность ритма и пауз. Тот уже словил звёздочку, сначала шлёт Рахманинова в известное место, но, будучи по натуре истинным мастером, находит в себе силы смирить гордыню и признать правоту будущего великого композитора. Вот историк Ключевский рассказывает об эпохе Бориса Годунова, подчёркивая важность историчности персонажа оперы. Вот художник Коровин прививает Шаляпину художественный вкус. То есть, в кое-то веке нам показывают не только, как великий человек бухает, нюхает и трахается, но и то, благодаря чему и кому он, собственно, великим стал. Как же это непривычно! Но в то же время множество мелких деталей, как заметных, не погружённому в биографию Шаляпина, человеку так и не очень, постоянно напоминают зрителю. Зритель – это красивая сказка с намёком, а не скучная биография. Получай удовольствие, задумывайся, удивляйся, но не требуй стопроцентной правды. Своеобразной фишкой сериала стало непопадание Горбатовым в слова во время пения. Насколько понимаю, съёмки велись под архивные записи самого Шаляпина, а потом их заменили на специально записанное уфимским басом Ильдаром Абдразаковым партии. Ильдар Амирович не стал копировать Шаляпина, а просто хорошо перепел его хиты, временами используя творческие находки Фёдора Ивановича. Находки эти используют все баритоны и басы уже лет сто. Например, слушая Юрия Гуляева или даже Муслим Магомаева, невозможно не заметить влияние Шаляпина. И вот это пение мимо артикуляции снова напоминает «Ребята, ребята, не будьте слишком серьёзны, это легенда о Шаляпине, что-то вроде интересного сна, а во сне чего только не бывает». Вторая серьёзная условность – это единый облик всех героев, проходящий через время. Шаляпин во исполнении Горбатого выглядит одинаково и в 20, и в 45 лет, тогда как на самом деле Фёдор Иванович изменился радикально, и на это влиял не только возраст, но и разнообразные недуги, преследовавшие певца. Изменения в облике его первой жены были ещё более значительными. Она после рождения пяти детей уже не была похожа на ту тростиночку-балерину, с которой когда-то познакомился Шаляпин. И тут мы подходим к сквозному сюжету последних трёх серий. В них Шаляпин мечется между женой и разлучницей Марией Пиццольд, которая использует абсолютно все женские ухищрения для увода певца из семьи, где, как мы уже помним, пятеро детей. Пиццольд в сериале показана молодой роковой красоткой, что вносит определённое понимание мотивации Шаляпина. Но понимание это ложное. К моменту знакомства Мария Валентиновна была уже вдовой с двумя детьми. И несмотря на относительно молодой возраст, ей было 24 года, на 9 лет младше Иолы Игнатьевны, выглядела она довольно просто. Свечку я, разумеется, не держал, но вряд ли дело было в одних лишь женских прелестях, как это показывается в сериале. Если верить переписке Шаляпина и мемуарам его младшей дочери, на самом деле всё было немного иначе, не так кинематографично. Подобно многим гениям, в быту Шаляпин чувствовал себя не очень уверенно и был склонен к разного рода излишествам, от алкоголя до азартных игр. Он постоянно просил жену Иолу ездить по гастролю вместе с ним, чтобы поддерживать уют и удерживать его от загулов. Но Иола Игнатьевна во главу угла ставила детей, остальное её интересовало средне. Так что она воспитывала детей, а Шаляпин был полностью предоставлен самому себе. Шаляпин детей, конечно, любил, но не видел в них самостоятельных личностей. Для него до определённого возраста они были такими любимыми игрушками. Дасия, младшая дочь, пишет, что он искренне обижался, когда дети не хотели с ним играть, когда ему самому этого хотелось, поздней ночью, например. И, соответственно, обижался на первую жену, предпочитающую не его, а вот эти живые игрушки. Также большой удар по браку нанесла внезапная смерть четырёхлетнего первенца Игоря. Иола Игнатьевна окончательно ушла в детей, а впечатлительный Шаляпин забывался как мог. Что же до Марии Валентиновны, второй жены, то она стала самой настоящей тенью певца. Не оставляла его ни в одной поездке. Занималась всеми бытовыми вопросами. У той же Дасии Шаляпиной мы читаем, что в раннем возрасте они маму с папой практически не видели. Потому что папа был на гастролях, а мама была с папой. И только потом, когда дети подросли, их стали брать с собой. Были они с ними, кстати, и на последних гастролях по Дальнему Востоку, где Дасе и очень не понравился Александр Вертинский, встретивший Шаляпина в Китае. Он показался ей назойливым кривлякой. Но показывать в сериале такое трудно. Да и кому нужна вообще эта ваша скучная правда? Можно найти еще немало неточностей, которые, уверен, внесены совершенно осознанно, потому что начитанность сценаристов и их внимание к деталям сомнений не вызывают. Но я готов простить все разом, потому что в искажениях нет ни глупости, ни пошлости. Скорее они усиливают ощущение альтернативной реальности, где самым настоящим остается Шаляпин. И отдельное глубочайшее уважение за шубу. Когда я первый раз увидел на Александре Горбатовой шубу с известного портрета Кустодиева, я даже хихикнул, мне надо же как заморочились по шивам одежды. А шуба-то оказалась той самой. Много лет она валялась в реквизите на Мосфильме, и вот ее нашли, обновили и отправили в кадр. Хотя без серьезного ляпа не обошлось. В сериале Шаляпин уже в этой шубе знакомится с Марией Пиццольт, что, согласно всем источникам, произошло в 1906 году. Однако, согласно мемуарам самого Шаляпина, шубой ему заплатили за концерт уже после революции. Завели на склад конфиската и предложили выбрать, что понравится. Скромничать Федор Иванович не стал. Он вообще скромничать не любил. А как хороши мелькнувшие в кадре перерисованные фотографии, где лица литераторов и художников заменили актерами сериала Шаляпин. Вот такое делают крайне редко. Подводим итог. Обязательно посмотрите этот сериал. Это не только крепкая профессиональная работа оператора Максима Шинкаренко, который был безупречен, но и, повторюсь, первая на моей памяти удачная попытка показать развитие творческой личности в динамике. И сериал получился именно о Шаляпине, а не о переговорах тараканов в башке режиссера. Было бы здорово, если и другие сериалы российских исторических и культурных деятелях будут выходить на таком же уровне. Но кого я, блин, обманываю. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok